Немножечко попутешествуем к Краснодарскому краю, езжаем в Адрельский район. Такие вот нововесотные современные здания, расположенные прямо вдоль курортного проспекта, который тянется по побережью Черного моря. Вот такой вот современный железнодорожный вокзал Адлера. Красивые развязки. Хорошие дороги в городе Адлере. Приближены к европейскому уровню. Автоманы, развязки. Большое удовольствие доставляет такие дороги автомобилистам. Мы сейчас вместе с вами, дорогие друзья, направляемся на Красную Поляну. Уже появились горы, которые небольшими вершинами уходят в облака. Красная Поляна – это поселение, которое изначально было основано жителями Абхазии. Затем на эту землю пришли 36 ставропольских греческих семей. Стали жить. Очень развито бортничество, так как здесь каштановые леса, дикие, бортные травы, мёд великолепный, пустой, насыщенный, очень полезный. Большое развитие Красная Поляна получила, конечно же, годы 22-й Олимпиады зимней в 2014 году, которая проходила. Сейчас это большой горнолыжный курорт. Приезжают со всей страны любители высокопорных лыж. Сезон начинается с ноября месяца и заканчивается вплоть до конца апреля. Вообще, Красную Поляну даже сравнивают с маленькой Швейцарией. Попробуем в этом убедиться. Сейчас мы проезжаем горную речку Мацюта. Когда-то здесь, на берегах этой высокогорной речки снимался комедийный фильм Леонида Гайтая Кавказская племеница. Очень красивый ландшафт. Действительно, как в Швейцарии. Облака спят, можно сказать, на высокогорьях. Утопают льза. Мягко ложатся на горные склоны. Езжая на территорию Красной Поляны после Адлера не забудьте заправить свой автомобиль. В основном здесь превалируют такие заправочные станции, как Роснефть и Лукоил. Немного из истории развития городского поселения поначалу Красной Поляны. В конце девятнадцатого века эти места посетила государственная комиссия по распоряжению его величества государя императора Николая II с тем, чтобы разведать эти места и Черноморское побережье использовать для лечения легочных больных, так как здесь благоприятные климатические условия и нашли шесть источников минеральных вод. Один из них по своему химическому составу равен по четвертому источнику минеральных вод из Сентуки. возле этого здесь много стали возрождаться курортных сон и санаториев для лечения больных с легочными заболеваниями. Там вот такая красота за окном автомобиля. Прекрасная дорога, прекрасный вид, скалы, ощущение, что едешь в Европе. Маленькая Швейцария. Маленькая, маленькая. Маленькая, Такой вот роскошный мост. Мы ехали на территорию Красной Поляны. Тоже такое высокогорье. Красная Поляна находится на высоте 2400 метров над уровнем горя. Уже где-то в горах поднялся по дороге снег, дома уже выходят. Между ними неизвестно, что снежок лежит. Дома похожи на европейские действительно, как Швейцария. И это приятно, что в России есть такое место. Красивое для жителей России вот такие домики. Как настоящий горнолыжный курорт. В 2010 году снежок пошел в 2010 году приезжал президент Италии в Берлусконе встречался с Медведевым. Здесь уже конкретно, конечно, лежит снег, высокогорье, погода напоминает нам уже зимнюю погоду. самая высокая гора в этом месте, на Красной Поляне называется Ачишка. Даже ее называют Сахарная голова. Сахарная голова. Погода какая-то сказочная, невероятная. даже я бы сказала новогодняя. Мы сейчас движемся по улице, которая носит название Заповедная. И действительно, она оправдывает свое название. Заповедные места. растут ели, сосны. Спускаемся с горки. Растительность, конечно, круто поменялась, уже нет никаких пальм. не могнули ни кипарисом, только сосны, ели и снег. Это главные и основные атрибуты Красной Поляны. Мы приехали в зиму. И теперь об Олимпиаде в Сочи 2014. только что проехали отель. Альпийская сказка. Действительно, здесь очень напоминает Альпийские горы, горнолыжные курорты, места для проката выше, лесного города, встаряжение. И подъезжаем в Роза хутор. Это казино, игровая зона. Единственное место в России, где можно играть в покер. Это другая категория жителей. Это горнолыжники, загорелые, любители экстрима. живут в таких роскошных домах. Это другой мир. Это мир для других людей, для зноубартистов, горнолыжников, смелых и боящихся людей. Конечно, нужны финансы и немалые, чтобы жить в таких домах, кататься за полгора и позволить себе так жить. Это известная улица горная корызи. морожен призывает, призывает. Марк. Как Война с Марковым, в рождественском магазине, с черчелой, с оришками, с семечками, с сладостями. Красота, какая личная работа. Конечно же, сушеная фирма, вирляндами висит. Очень вкусная фирма. Это местный Бродвей. Прогулочная Оллочка. Для пешеходных прогулок. Посетите заведение. Горчица называется. В советском духе стопочная пельменная горчица. Вот это канатная дорога. Высокое-высокое. На Сахарную гору. Вершина горы не видна. Из-за тумана. Вот какие-то виды подъема на канатной дороге. Один из крупнейших отелей. Отель Мэриот. Пятизвездочный отель в Красной Поляне. Это казино. Центр игр, зрелищ. Здесь тоже свой контингент обитает. Поеем в казино. В казино сейчас проходит европейский хоккерный турнир. Такая вот эмблема. Это главный приз. Розыгрыш. Розыгрыш. Автомобильный рост. Розыгрыш. Автомобильный рост. Красный Поляне. Вот мы с вами побывали в одном из респектабельных курдолыжных курортов России. Красный Поляне. Которому принадлежит три курорта. Красная Поляна. Казино. И Роза Путер. Численность местного населения составляет около пяти тысяч человек. Но здесь гораздо более. Ещут иностранцы со всей России, желающие получить удовольствие покататься с гор. Которые subtle на тех руку отстauso понятно какие-то гильзы грам acceptаются с горой и пел país у неизвестным проповедителем. Которые я отказались в диму... Не понравилось, так население за общение! Очень близко, очень сложная, очень подствовала гидеологияною, основная.